Новый виток громкого коррупционного скандала в Париже. В эпицентре снова одна из самых ярких фигур президентской гонки Марин Лепен. Зачем правоохранители обыскивали штаб ее политсилы? Подробнее Елена Зорина. Дело парламентских помощников обрастает новыми подробностями. Именно так окрестили расследование, которое ведется в отношении Марин Лепен. Речь идет о нецелевом использовании средств фондов ЕС. Якобы лидер ультраправых трудоустроила свою ассистентку в Париже и телохранителя в качестве парламентских помощников. Но чтобы не просто числиться, а действительно работать, эти люди должны были находиться в одном из офисов Европарламента в Брюсселе, Страсбурге или Люксембурге. Но там они не появлялись. В общей сложности ассистентка и охранник получили 350 тысяч евро. Вернуть эту сумму в общеевропейскую казну уже потребовали европарламентарии. А Мартин Шульц инициировал проверку. Вот почему накануне вечером правоохранители пожаловали в штаб партии Национального фронта. Что искали и нашли, или пока не комментируют. В самой полицине коррупционные обвинения категорически отрицают. Дескать, это медиа-операция, цель которой повлиять на ход президентской гонки. Да и обыски ультраправых далеко не первые. В прошлый раз полицейские так ничего и не нашли. Сама Лепен ранее выплаченные деньги возвращать отказалась. Более того, подала иск против Евробюро по борьбе с мошенничеством, которое и ведет это дело. Похоже, политик из-за этой истории особо не переживает. Она сейчас в Ливане и прерывает свой визит из-за обысков не намерена. При этом уже на Ближнем Востоке стала фигурантом другого скандала с верховным муфтием. Лепен отменила с ним встречу из-за того, что от нее потребовали покрыть голову платком. Даже самый высокий в мире сунницкий авторитет не заставит меня надеть хиджаб. В этом нет необходимости и это не имеет большого значения. Вы можете передать мое почтение верховному муфтию, но я не стану покрывать голову. Если об этой истории могут быстро забыть, то с коррупционной такое вряд ли произойдет. Замять ее не получится и, скорее всего, она повлияет на рейтинги Лепен. Из-за нечистых на руку политиков и кумовства во Франции совсем недавно прокатилась волна протеста. Ведь фиктивное трудоустройство это не только история Лепен, но и еще одного кандидата в президенты Франсуа Фиона. Напомню, в разгар скандала с оформлением его супруги в качестве помощника депутата рейтинг Фиона упал на 16 пунктов. Из Брюсселя Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.